Максим Кабир, Парфёнов М.С. Голоса из подвала. Текст читает Дементьев Илья. Дементьев Илья. Рэй Брэдбери, Роберт Блох, Роль Даль, Ричард Маттессон, а также «Сумеречная зона», «Калейдоскоп ужасов», «Байки из клепа» и все-все-все. Спасибо за голоса в моей голове. Алёша спускается в подвал. Первый раз он очутился в подвале не по своей воле. Алёше было шесть лет, и он гостил в деревне у бабушки. Годом ранее родители отдыхали там вместе с ним, но в этот раз оставили одного. Отец привез в начале июня, а забрать обещал в августе. Мама сказала Алёше, что он уже достаточно большой и без них не пропадет. Сказала, что свежий воздух и солнце полезны для растущего организма, что им с папой надо уладить кое-какие дела, а бабе Нине с внуком все веселее будет. Алёша не возражал, ему и в прошлый раз в деревне понравилось. Особенно хороши были бабушкины пирожки, которые так здорово запивать парным молоком, после чего над губой появляются усы из пенки. Он отправился к бабе Нине с радостью, еще потому, что тем летом родители вели себя странно, неприятно. Папа постоянно ругался, а мама часто плакала или тихонько выла без слез. Какие такие дела им нужно уладить, Алёша не знал. Но догадывался, что все это, ругань, слезы и дела, как-то взаимосвязано. Надеялся, что в деревне сможет переждать, а по возвращении все будет как прежде. Вот только баба Нина тоже стала странной. Много спала и часами торчала у телевизора, даже если тот не работал. Тогда она просто сидела в кресле, не мигая, вперившись взглядом в матово-черный экран. Еще она иногда забывала, где что из домашней утвари у нее лежит. А однажды, когда к ним во двор заглянула соседка тетя Клава, соли спросить «Да, утречка, доброго пожелать!» Бабушка вместо ответного привета плюнула соседке под ноги и расхохоталась. «На кладбище сходи!» «Дед тебе!» А Леша таким переменам в характере обычно доброй и отзывчивой бабушки удивился. Даже расстроился. Но подумал, что, может быть, она просто болеет чем-то. И со временем, когда ей станет лучше, прекратит говорить и делать всякие странные странности. Да и что ему еще оставалось? Лишь скучать и надеяться, что все как-то само собой придет в норму. В подвал бабушка его заманила хитростью. Попросила Лешу принести оттуда горшочек с рассадой. «Ты-то, — говорит, — молодой еще, у тебя ножки здоровые, а у меня уж коленки в конец измучили». «Так ступай, — сказала, — спустись по лесенке. Там внизу увидишь полочку, на ней баночки, а за баночками-то как раз и горшочки с ростками. Выбери такой, где желтенький цветочек проклюнулся». Сам Леша с тылого темного подземелья избегал. И мимо дверного проема с ведущими под землю ступеньками старался, гуляя по дому, проскочить пошустрее. Прекрасно знал, что ничего там внизу нет, кроме полок с оленьями да горшками. Но все равно боялся. Ему еще в прошлом году казалось, что в любой момент из черноты протянется длинная костлявая рука, схватит за волосы и потащит в пахнущую сыростью и мышинами какашками тьму. Но признаться в своих страхах Алеша никому не мог. Ни маме, ни бабушке, ни тем более отцу. Стыдно было. Стыдно? Да страшно. Но ведь и бабушке не откажешь. И главное, Алеша помнил, что мама просила бабе Нине во всем помогать. Говорила, что та уже старенькая и слабенькая. Говорила, правда, уже в другой раз и не Алеше, а папе. Но мальчик услышал и запомнил, что бабушке недолго уже осталось. Чего там недолго, Алеша умом не совсем понимал, но сердцем чувствовал, что речь о чем-то не очень хорошем. Поэтому, собравшись с духом и даже на секундочку зажмурившись, он все же шагнул за порог подвальной двери. Спустился немножко на пару ступенек, оглянулся в нерешительности на дверной проем, сереющий между темными, почти что черными стенами. Посмотрел на бабушку, которая стояла наверху и казалась необычайно высокой, ну, прям великаншей. Хотел спросить, где тут свет включается, иначе как же ему сыскать нужный горшочек с желтым цветочком, если в подвале так темно, что зажмуривайся. Нет, все без разницы, ничего не видать. — Попался, воришка! — оскалила баба Нина желтые зубы и захлопнула за Алешей дверь. Жутким, ворочающимся звуком опустился в железные пазы толстый засов, отрезая путь наружу. Алеша в темноте закричал, заплакал, побежал к двери, принялся колотить по ней кулачками. Кричал, что никакой он не воришка, а яблоко в саду на земле подобрал, только чтобы девочке Фроси подарить, с которой позавчера познакомился, пока по деревне гулял. И что он завтра же найдет Фросю и попросит вернуть яблоко, или купить такое же на рынке, если то уже скушала. — Не ври мне, мальчик! — проворчала из-за двери баба Нина. Таким же злым голосом она соседку на кладбище за солью посылала. — Яблоки тут ни при чем, тем бачи зеленые. А ты специально сюда приехал, чтобы пенсию мою красть и в канаве в деревянный сундук складывать. Или думал, что я совсем уже старое не соображу? Алеша по малости лет про какую-то пенсию вообще ничего не знал. О чем и пролепетал, заливаясь слезами, в еле заметную белую щелочку между дверью и косяком из трухлявого дерева. — Брешешь! — прошипела старуха с ненавистью. — Брешешь, сучий сын! Посиди-ка, подумай, как врать и воровать в другой раз. Только знай, что зимой я в подвале этом двух бродяг схоронила за досками! А немевший от ужаса Алеша так и застыл перед запертым входом. А когда очнулся и снова замолотил руками-ногами по двери, баба Нина уже ушла. Шаркающие шаги, удаляясь, становились все глуше, пока вовсе не стихли, растворившись где-то в глубинах дома. Алеша остался один, дрожа от страха и холода. Здесь, в подвале, лето, видать, совсем никогда не наступало. Оцарила вечная стылая осень. Какое-то время он еще пробыл возле дверей, прижимаясь лицом к узенькой щели и тихонечко хныча. Потом, смирившись с тем, что его не выпустят, отвернулся и посмотрел вниз, куда спускались ступеньки. И где, если верить бабушке, лежали спрятанные двое мертвецов? Алеша представил, как раздвигаются доски на стила, и между ними высовываются перепачканные землей пальцы. Снизу как будто даже гнилым пахнуло. Тогда он присел на корточке, обхватил руками колени, сжался в комочек в углу у стены и затих, напряженно всматриваясь в темноту. Сидел так около часа или даже больше, дрожащий, голодный, зареванный, прислушивался к наползающей снизу тишине. Весь превратился в слух. Слушал и слушал, и слушал, пока не услышал их. Голоса. «Здравствуй, мальчик!» «Здравствуй, здравствуй, здравствуй!» Голоса звучали, словно бы не в ушах, а внутри его собственной головы. Они не были злыми, они были... никакие. Разные и одинаковые одновременно. И Алеша не мог понять, говорят это дяденьки или тетеньки, дети или старики. «Здравствуйте!» Робко ответил он. «А вы кто? Эти самые, кого бабушка тут похоронила?» «Нет, мальчик!» «Нет, нет, нет!» «Никого здесь нет!» «И не было никогда!» «Только мы! Мы! Мы!» «А мы тут были всегда!» Удивительное дело, но голоса подействовали на Алешу успокаивающе. Пусть он и не мог понять, кто это говорит, но, по крайней мере, в словах не таилось никакой угрозы. Эхо голосов накатывало плавно, как волны на берег, гипнотизировало, убаюкивало, уставшего и перенервничавшего Алешу потянуло ко сну. «Мне холодно!» Пожаловался он в темноту. «Бывает и хуже, мальчик!» «Хуже, хуже, сильно хуже!» «Мы расскажем тебе историю!» «Много теплых-притеплых историй!» «Много-много-много!» «А ты послушай!» «Слушай, слушай!» «Слушай!» И он начал слушать. Снеговик Стоя на коленях, восьмилетний Гришка Сорокин сосредоточенно работал руками. Щеки горели, штанишки намокли, пальцы превратились в сосули и почти не сгибались. Зато труды его были близки к завершению. Фигура получалась не очень большая. Не то, что снеговик на другом краю площадки. Гришка отвернулся, чтобы не видеть толстого урода, но прекрасно слышал, как носятся с радостным визгом вокруг белого великана, Ася, Миша, Максим и прочая мелкота. Ну и здоровенный же он, этот снеговик, раза в два выше любого из детей. Но им-то лепить родители помогали. Мишкин папа все шутил с мамой Аси, отозвонко смеялась и швыряла в соседа снежки. Отец Максима сбегал через дорогу в магазин и вернулся с маленьким пластиковым ведерком, который мужчины выдрузили снеговику на голову вместо шапки, чтобы не мерз. Всем двором лепили, короче. А Гришка работал над своей снежной фигурой в одиночку, потому что был без отцовщина. И вообще его не любили. Хуже того, жалели. На площадку опускался вечер. Смех и визг постепенно стихали. Взрослые растаскивали малышей по домам. Гришка шлепнул последнюю горсть снега, разровнял и замер, оценивая результаты трудов. Стянув зубами отсыревшие варежки, подышал на замерзшие ладони. Вылепленную им скульптуру накрыла тень. А сей это ты деешь? Сбоку нарисовалась девчонка в дутой розовой куртке. Чуток повыше Гришки, но только потому, что сам он на коленях стоял. Голубоглазая, светлые волосики выбились из подвязанной шапки. Любопытная какая. Сардельку леплю. Соврал он и пододвинулся, загораживая скульптуру. Почему-то не хотелось, чтобы девочка разглядывала ее в деталях. Ну и зопа. Сама ты жопа, обозлился Гришка. Потом припомнил еще одно гадкое слово и добавил. Всратая. А у тебя сопя подносим. А у тебя... Не найдя, чем ответить на дерзость, Гришка решил просто толкнуть на халку, чтобы грохнулась зопой, на зиме заревела, как обычно делает мелюзга в таких случаях. Но пока поднимался с колен, пока разворачивался, глядь, а розовую куртку уж тянет за рукав пожилая тетка. Ужинать пора, милая. Время позднее, пошли. Кушать мультики и спать. О, господи! Баба Лида наконец увидела, что слепил Гришка в своем углу. И не стыдно тебе? Это она уже к нему обратилась. Вообще, бабушка у Милы была добрая. Жила в соседнем подъезде и иногда, встретив Гришку во дворе или рядом с подъездом, угощала леденцами. Но сейчас голос бабы Лиды стал колючим, как замерзшая снежинка. Не стыдно, буркнул Гришка в ответ, утерев заиндивилые сопли. Баба Лида перевела взгляд с изваяния на скульптора и тяжело вздохнула. Колючесть из ее голоса куда-то пропала, растаяла. — Замерз, небось, Григорий. — Замерз, небось, Григорий, пискнула Мила. Бабушка строго шикнула на внучку. — Тише, Ягоза, что же ты тут кукуешь, Гриша? Мама в загуле опять, да? Может, с нами чайку горячего попьем? Поймав сочувственный взгляд, Гришка аж затрясся всем телом. Глаза защипала, как на той неделе, когда на школьном задворье толстый пятиклассник поймал его и стукнул по носу. А потом маленькая, но очень громкая и болтливая учителька кудахтала и платок совала. А Гришка разревелся, как мелкий. Не от боли, а от жгучей обиды, от которой глаза горели, вот как сейчас. — Моя мама самая красивая, а ты? Он сжал кулаки и плюнул старушке под ноги. — Да пошла ты! Лицо бабы Лиды скривилось, отчего морщин на нем стало еще больше. Уголки губ потекли вниз, на щеках под кожей проступили косточки, будто бумажный лис смяли в комок, а потом расправили. Голос стал совсем ледяным. — С матерью своей шалавой в таком тоне разговаривай. Она резко развернулась и прошествовала к дверям в подъезд, утягивая за собой слабо упирающуюся внучку. Попутно выговаривая то ли ей, то ли самой себе, сколько раз повторять, не играя с Гришкой, дурной, совсем дурной мальчишка стал скверный и мать его проститу. Грохнула дверь. С козырька подъезда просыпалась нежная крошка. — Выдра старая! — крикнул Гришка, запоздала припомнив, как мать называла соседку, когда ругалась с ней из-за чего-нибудь. Крикнул. И тут же испуганно втянул голову в плечи. А ну-ка, кто из взрослых услышал? Папа Максима, например? Ух! Тогда Гришке мало не покажется. Он боязливо оглянулся по сторонам, готовый в любой момент дать дёру, хотя и понимал, что в случае чего далеко не убежишь. Успокоился, увидев, что на площадке больше никого не осталось. Пара припорошенных снегом скамеек, горка-башенка и снеговик. Такой же громадный, как и прежде. Падали редкие снежинки, откуда-то издалека, может, с пятого или шестого этажа, может, и с соседней улицы, доносилась музыка из новогодней рекламы Кока-Колы про праздник, который приходит. Гришка нагнулся, стряхнул с колени подтаявшие белые хлопья, вернулся по хрустящему снегу к своей сардельке, не заметив, как в быстро сгущающихся сумерках медленно повернулась ему вслед голова снежного гиганта. Слепленная копия получилась неточной, но все-таки напоминала ту штукенцию, которой дядя Ашот, достав из штанов, тыкал сегодня Гришкиной мамке в лицо. Взрослые пили водку. Дядя Ашот разделся по пояс, у него были синие татуировок плечи. Когда дядя Ашот начал гоняться по квартире за мамкой, его волосатый живот колыхался вверх-вниз, вверх-вниз, а мамка громко смеялась. Не так звонко и весело, как Асина мама. Мамкин смех был хриплым, грубым. Казалось, об него можно поцарапаться. Кашляющий же сиплый хохот дяди Ашота напоминал звуки затрещин. Уж чего-чего, а этого добра у маминого хахоля для Гришки всегда хватало. Он даже обрадовался, когда его выгнали. Иди гулять. Мерзнуть зимним вечером на улице все приятнее, чем слушать, как взрослые пыхтят в соседней комнате на разложенном старом диване. И представлять, куда еще дядя Ашот сует свою штукенцию. Постояв с минуту в раздумьях над снежным изваянием, Гришка выудил из штанишек собственную маленькую штучку. Помял ее немного пальцами, наводя прицел. Затем глубоко вздохнул и постарался расслабиться. Внизу зажурчала желтая струйка начала плавить скульптуру. Снежная штукенция прямо на глазах становилась все меньше, как будто ее обдавали кислотой. Рукам Гришке стало тепло. Поднимался пахучий пар. Закончив, Гришка спрятал штучку обратно в штаны. Глянул вниз на снежные развалины и как следует припечатал остатки сардельки, размазывая их в жидкую желтую кашицу между двух шаров. Шары у него получились похуже. Слишком большие, а главное без волос. Но где же их достанешь, такие как как у дяди Ашота. Шарики Гришка тоже растоптал, вымещая накопленную на весь белый свет злобу. Вдруг в спину ему прилетел снежок. Гришка вздрогнул от неожиданности и оглянулся никого. Уже совсем стемнело, из немногочисленных горящих окон многоэтажки лился слабый лимонный свет. Снеговик, продолжавший неподвижно стоять на своем краю площадки, отбрасывал длинную синюю тень. Гришка повернулся обратно, с трудом просунув в затвердевшую от холода варежку руку. Еще один снежок ударил в плечо, заставил пошатнуться и выронить вторую рукавичку. Снежные брызги царапнули щеку, ледяная крошка попала за шиворот. Снежные брызги царапнули щеку, ледяная крошка попала за шиворот. Да что ж такое-то, а? Мальчик с решительным лицо самодовольного идиота. Нарисованная улыбка до несуществующих ушей, обмерзлая морковная гнилушка вместо носа, пуговичные глаза поблескивали в сумраке как живые. Снеговик смотрел свысока на Гришку, как бы говоря, дурной мальчишка, совсем дурной, скверный. И еще этот дурацкое ведро-колпак, криво посаженное на голову, бесит. Озаренный внезапной догадкой, Гришка резко нагнулся, чтобы посмотреть, не прячется ли кто за снеговиком. Пусто. Он разозлился пуще прежнего, встав на цыпочки, вытянул руки и вырвал из снега морковку. Забросил ее в темноту куда подальше, затем сломал руки ветки, сначала одну, потом другую, подпрыгнул пару раз со второй попытки, сбил верхний снеговой шар голову и едва успел отскочить, чтобы полетевшее вниз ведерко не врезало ему самому подтемечку. Не успокоившись, на этом Гришка поддал ведро ногой, так что оно укатилось за пределы площадки, а мелкие кусочки пластмассы полетели в разные стороны. Принялся скакать на упавшей голове, представляя, что топчет даже не снег, а лица соседей и их детишек, разовощокую Милку, песклявую Асю и ее смешливую маму, и Максима с папашей, и Мишку, всех их, и бабу Лиду с ее гадскими, источающими обидную жалость старушечьими глазками. Наконец уставший, но удовлетворенный Гришка остановился. Отдышавшись, глянул в сторону дома, горят ли окна их с мамкой квартиры. Там ли еще дядя Ашот? Закончилась ли уже водка? Возвращаться, конечно, не хотелось, но и делать на площадке больше вроде как нечего. Ну, разве что, еще разок с горки скатиться. Он направился к башенке, сделал несколько шагов, в накрывшие округу тиши снег под ногами хрустел особенно громко. Даже как-то слишком. Гришка замер, насторожившись. Хруст стих, но, как показалось мальчику, чуточку позже, чем должен был. Он сделал еще пару шажков, медленно прислушиваясь к хрусту. Еще шаг, еще, резко развернувшись, Гришка чуть не заорал со страху. Снеговик стоял, возвышаясь всей своей громадиной прямо перед ним, буквально на расстоянии вытянутой руки. Круглая голова снова была на месте, и нос морковка торчал почерневшим свиным пятаком. Только разбитого пластмассового ведерка не хватало. И снеговик больше не улыбался. Пуговичные глаза пялились на Гришку, как тому показалось, с холодной ненавистью. Потом белый великан захрустел всем своим снежным телом и наклонился вперед. Вскрикнув, Гришка кинулся к ближайшему укрытию, мимо пустующих скамеек по развалинам сардельки, слыша, как громко и часто, слишком часто и панически громко хрустит снег. Нырнув за горку, он прижался спиной к ведущей наверх в башню лесенки и затаил дыхание. Преследователя Гришка не слышал, зато в ушах и груди стучало так, словно целый оркестр барабанщиков концерт закатил. Будь Гришка чуть старше, он бы сейчас мог задуматься о том, как вообще такое возможно, чтобы снеговики гонялись за детьми. Но ему было всего восемь, и в его маленьком мире чудовища могли таиться в пыли под кроватью или за одеждой в стенном шкафу. Порой чудовища даже захаживали в гости к мамке, чтобы показывать ей свои мерзкие штукенции. И да, громадные снеговики-убийцы тоже были частью этого мира. Но вечно прятаться от чудищ нельзя. Это Гришка в свои годы уже понимал. Если слишком долго лежать, боясь заглянуть под кровать, можно надуть в постель и получить нагоняй. И потом, он ведь маленький и юркий, а снеговик, конечно, большой, но не такой, как папа Максима или другие взрослые. Скорее, такой же, как дядя Ашот. Толстый, неповоротливый, только без синих татуировок и без волос. Ну, потому что снеговик вообще не человек. И самое главное, не дать ему подкрасться незамеченным. Гришка осторожно выглянул из своего укрытия. Сначала с одной, потом с другой стороны от лесенки. Пусто. Снежное чудище не стояло на прежнем месте, но не видно его было и где-то еще. А если оно под горкой? Еще медленнее Гришка нагнулся, чтобы посмотреть в сгустившуюся за лестничной решеткой тьму. Никого. Выдохнув, он обернулся и получил холодный мокрый снежок прямо в лицо. Снег набился в нос, попал в глаза, ослепил. Гришку охватила паника. Шарахнувшись, он наугад потянулся руками к лесенке, ухватился за одну перекладину, другую, и быстро вскарабкался наверх в деревянную башню на вершине. Здесь, прижавшись к тощей, дощатой стенке, мальчик захныкал, утирая глаза единственной оставшейся у него варежкой. Я больше так не буду. Не буду, не буду, не буду, не буду, не буду. Теперь Гришка плакал не от смущения или обиды. Теперь он плакал от страха. Ему представлялось, что через секунду безумное, снежное лицо появится в проеме входа, и кулки и ветки, прошив ткань куртки и старого свитера, вонзятся ему в самое сердце. Единственное, что удерживало Гришку от прыжка в другую сторону, на скат горки понимание, что на самом деле снеговик вполне может поджидать его как раз там. Немного успокоившись, Гришка подумал, что, видимо, белому великану сложно забраться вслед за ним. Ног-то у него нет, никто не догадался вылепить. В таком случае здесь, в башенке, Гришка находился в безопасности. Он прекратил хныкать и прислушался. Внизу, где-то у подножия горки хрустел снег, где конкретно Гришка определить не мог. Звук становился то громче, то тише, словно кто-то бродил вокруг укрытия. — Замерз, небось, Григорий. — Раздался снаружи знакомый голос. — Баба Лида? Гришка не верил своему счастью. Может, добрая старушка все же простила его и вышла проверить, услышав шум с детской площадки. Может, может, с нами чайку? Ох! Сейчас бы он с радостью и чая горяченького выпил и сладкими леденцами заел. Гришка опустился на живот и пополз на голос к скату с горы. Высунул нос наружу, да только опять никого не увидел, а голос раздался уже справа из-за бортика горки. — Дурной, мальчишка, скверный! А потом вдруг слева. — Стишок про зайца, знаешь? Не при детях будет сказано. Это уже голос Мишкиного папы был, его шутливой интонации. Гришка не понимал, что происходит. Вертел головой в одну сторону в другую, вытягивал шею, но все напрасно. Голоса взрослых слышались то тут, то там, но на площадке их самих не было. Вот тихо, с шепотком, мужчина и женщина. — Имбецил-то, видала, опять тут кукует. — Сдать бы в опеку его. — Вместе с мамашкой. — Шалавой. — Пьянь подзаборная. Что еще от такой уродиться могло? — И от кого? В самый последний момент до Гришки дошло. Это все снеговик. Выманивает, отвлекает. Мальчик резко обернулся и увидел, как сверху, с островерхой крыши в проем опускается громадная белая голова с блестящими точками, пуговицами вместо глаз и широко распахнутой черной пастью. — А у тебя сопья подносим? — завизжал детским голосом снеговик. — Мамка! — заорал Гришка, кубарем скатываясь по скользкой поверхности. Разогнавшись, он проскользил по укатанному снегу еще пару метров до развалин своей скульптуры, где и замер, уткнувшись носом в желтый снег. Снег набился ему в рот, в рукава за шиворот. В ушах стоял звон, перед глазами все кружилось. — Гриша! — услышал он хриплый мамкин голос, доносящийся откуда-то издалека. Гриша перевернулся на спину. Последним, что он увидел, был громадный снежный шар, несущийся на него сверху по скату горки. Бодрствующих окон в доме уже почти не осталось. Площадка погрузилась во тьму. — Гриша! — Гриша! — Гриша! — Ты где? Дрожащее пятно света метнулось в одну сторону, в другую, выхватывая ту горку, ту скамейку. Шатающейся походкой на площадку вышла, поводя вокруг мобильным, с включенным фонариком молодая брюнетка в расстегнутом пальто, накинутом прямо поверх домашнего халата. — Гриша! — Да брос ты! — оборвал хриплый мужской голос, тоже не очень трезвый. — У соседки вашей завтра найдем, у корги старой! — Отстань, Ашот! — истерично взвизгнула женщина. — Вот просто отстань, Гриша! В слабом свете на краю площадки показалась темная фигура с неясными очертаниями. Когда парочка подошла ближе, стало понятно, что это всего лишь снеговик. — Видишь, нет его тут! Мужчина приобнил подругу за плечи, мягко развернул в сторону дома. — Давай-давай, а то как бы самим не околеть. Завтра разберемся! Снеговик провожал их безумной улыбкой самодовольного идиота. Глазки пуговицы чуть поблескивали в темноте, а округлые снежные бокалы снились, как у довольного сытого кота. Там внутри, под толстым слоем снега, постепенно растворялся Гришка. Его кости превращались в лед, кровь замерзла, кожа и плоть становились снегом. Окруженный со всех сторон белым сиянием, Гришка ничего не слышал и не видел, и совсем-совсем не чувствовал холода. Наоборот, впервые за всю его короткую маленькую жизнь Гришке Сорокину сейчас было по-настоящему тепло. Вот видишь, мальчик, понимаешь теперь, что такое настоящий холод? Представляешь, насколько нужно заледенеть внутри, чтобы не чувствовать, как замерзаешь снаружи. Брррр! Зато Гриша наконец-то поиграл с кем-то в снежки. Снежки сами с ним поиграли. Брррр! Но это Это же не все, что мы можем тебе рассказать про игры. Не все, не все, не все. Это только начало.